Наш танк целиком и память посвящен гражданской продукции нашего предприятия. Предприятие за свою стулетнюю историю целиком в свое время посвятило себя оборонной продукции, направленной на укрепление нашей армии. И вот сегодня перед нами стоит задача создать гражданские продукты, которые придут на замену военной продукции нашего предприятия. В первую очередь здесь, конечно, цифровая базовая станция стандарта ДМР. Это будущее цифровой радиосвязи. И сегодня ни один современный город, ни один крупный инфраструктурный объект не обходится без подобной связи. Умные города как раз и являются потребителями вот этой системы связи, позволяющей очень эффективно использовать все возможности управления всеми коммуникациями, диспетчирования и управления инфраструктурными объектами города. Мы потратили на реализацию этого проекта около двух лет, около сотни миллионов рублей. И сегодня мы подобрались к технологиям самым высоким. Если бы не самостоятельно занимались разработкой, то мы потратили порядка 20 лет. Сегодня нам доступны технологии, самые передовые в мире. И это будущее, которое на сегодняшний день мы рассматриваем для нашего предприятия. Также я хочу продемонстрировать продукцию гражданского назначения. Это модульный сенсорный дисплей, который заменяет кнопочные пункты управления, позволяющие экономить деньги для того, чтобы не вставлять в приборы и панели управления кнопки. Вот мы увидим сегодня реализацию подобного дисплея, вот на этом пункте управления, где отсутствуют какие бы то ни было механические кнопки. И кроме того, здесь наука заложенная, которая позволяет пользоваться этим дисплеем любыми предметами. То есть вы можете руками, вы можете любым предметом, вы можете загрязненными руками. Обычный наш сотовый телефон предполагает, что мы можем исключительно рукой, чтобы она была чистой и сухой. Здесь же можно продемонстрировать, буквально взять любой предмет, если у меня рука, какая-то ручка, и я начинаю нажимать, вы видите, яркость меняется. То есть могу рукой это тоже самое делать любым предметом. Здесь реализация – это вообще программно-аппаратный продукт. Здесь не только как бы стекло, которое остается как бы на поверхности для пользователей. Здесь прежде всего очень серьезная и элементная база, и программные решения. Просто оно в таком компактном форм-факторе реализовано. Здесь очень защищенное стекло, позволяющее использовать вот эти дисплеи в экстремальных условиях. Ну, например, это может быть в том числе и где-то использоваться в пультах управления военных объектов, ответственных объектах, то есть может быть даже на улице вандалоустойчивые дисплеи применяться. Здесь также представлены уникальные привода, которые представляют собой механическую часть, вычислительную часть. И здесь есть электродвигатели. Все это разработки нашего предприятия. Это полный аналог известной компании «Горнинг». И позволяет полностью произвести замещение на легких летательных аппаратах, которые сегодня только находят свое развитие и распространение. Здесь вот также представлены мультисервисы между доступом. Это тоже высокие технологии, это тоже область телекоммуникации. Подобные устройства модульного типа позволяют развернуть любые виды связи там, где вообще нет никакой. То есть и сети Wi-Fi, и интернет, и цифровую телефонную связь. То есть задача заказчика, задача конкретного объекта, разворачиваются подобные сети. И в зависимости от тех инвестиций, которые есть, она может устабеваться. Увеличивается количество абонентов, наращивается функционал и так далее. Вот тоже гражданское назначение современной электроники. Это модульный тип, модульные авионики. Здесь вот представлены только модули вторичного электропитания, разум, фронт-фактори. Но вот это будет стандартный. Вот так будут выглядеть все устройства модульной авионики в этих корпусах. И из них, как из конструктора Lego, можно собирать любую конфигурацию системы управления современного самолета. Вот сегодня на этих блоках строятся самые современные самолеты, которые сегодня только находятся в разработке. В целом предприятие взяло курс на импортозамещение, на создание гражданских продуктов. У нас еще есть несколько проектов, один из которых – это создание центра молотонежной химии. И мы планируем фактически развить новое производство. Оно ориентировано на создание химических продуктов широкого ассортимента, но ограниченного количества. На сегодняшний момент химические производства сосредоточены на монопродуктах большого количества. И мы сегодня потеряли огромное количество продуктов химического назначения, которые раньше были в употреблении. Это химически осажденный мел, который мы сегодня и разрабатываем технологию, и строим предприятия. И металлический натрий, который также крайне необходим экономике нашей страны. И сегодня в стране он не производится. Мы создали технологию, провели научную работу, конструкторскую работу. И сегодня создается опытно-промышленная линия. В ближайшее время мы получим промышленную линию и приступим к серийному производству этого изделия. На сегодняшний день предприятие, которое занимается импортозамещением, сталкивается и с рядом определенных проблем. Перед предприятиями стоит задача не только разработки, не только создания, не только производства, но и проблемы вывода на рынок своих продуктов. Зачастую мы сталкиваемся с очень серьезной конкуренцией. Фактически жесточайшей экспансией азиатских производителей и поставщиков телекоммуникационных оборудований. Они могут себе позволить фактически за бесценок и ниже уровня себестоимости поставлять свою продукцию, предоставляя потребителю практически очень легкие, доступные решения. Мы себе такого позволить, безусловно, не можем. В самом ценовом диапазоне мы находимся в рынке, а бы предоставить льготные условия такие мы не в состоянии. И здесь как раз необходима поддержка государства, потому что азиатские компании, в частности китайские компании, они пользуются поддержкой государства. Например, государство им компенсирует вот те скидки, те льготы, которые они представляют своим потребителям. Прямо в прямую компенсируют вот эти потери, которые у них возникают. И потом, конечно, они это все возмещают на сервисном обслуживании, послепродажном обслуживании. А сегодня мы не выдерживаем такой конкуренции. И здесь необходима поддержка правительства и Российской Федерации, и региональной. Вот подобное устройство могло бы стоять на существовании в Саратовском аэропорте. Вот эта система полностью сконфигурирована под эти задачи. Но если ценовые диапазоны для нас будут непосильными, скорее всего, где-то будут стоять в другом месте.